Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В России вчера была произведена точечная ликвидация, замочили двух очень-очень отъявленных негодяев, в которых руки по локоть в крови, это была точечная ликвидация, ювелирная. Но при этом вдруг возникли рядом взрывы и, естественно, палестинское медицинское учреждение, то есть Минздрав заявил, что это была атака Израиля. Там несколько ракет попали в палаточный городок. Там сначала было, сказали, 10 погибших, потом 20, потом 40, потом 60. Но это такой пропорциональный. Они всегда так, в общем-то, так сказать, сообщают. Причем наши выпустили одну ракету, а там, значит, вот была серия взрывов. На ваш взгляд, что происходит? Можно ли вообще продолжать операцию в такой густонаселенном районе, при том, учитывая, что, ну, почти миллион, в общем, 900 с лишним тысяч уже покинули Рафеха, переместились в подготовленные, значит, места безопасные. На ваш взгляд, что должна делать армия и может ли она продолжать? Нет, конечно же, нельзя в таких местах проводить боевые действия. Боевые действия вообще нельзя проводить. Войну вообще нельзя допускать. Да, это опасная штука, да? Нет, да. Но если раньше воины велись там, вышли там к Бородино, к селу, эти ушли, и вот они там, значит, пришли смотреть, люди наблюдать, как будет идти битва гражданские. А в городах такого не происходило. Конечно, это все сегодня совершенно другое. Конечно же, нельзя. Нельзя в Газе проводить. Это прекрасный берег. Там должны быть дома отдыха, резорт, лучшие в мире должны быть. Все там для этого существует, поэтому там воевать, в принципе, нельзя. Нельзя. Воевать надо где-нибудь там, где некрасиво, плохо и так далее. Но так не работает в реальной жизни, да? Значит, не вы начали эту войну. Взрывы, то, что они говорят на базаре, что погибло 20, 30, 600 миллион человек, это не проблема Израиля. Не вы начали. Если бы они на вас не напали, никаких бы этих взрывов не было. Это частенько то же самое делают с Украиной. А вот украинская ракета попала, значит, по территории Польши и там убило двух человек. А вот украинская ракета попала, осколки, в украинский дом и там погибли. Нет, это не украинские ракеты. Их там бы не было, и без России на них не напало. Поэтому обвинять солдат, обвинять военных в дружеском огне или в каких-то ошибках, или еще в чем-то, это глупо. И да, расследовать надо, чтобы их не было и так далее. Израиль может биться головой по стенку, доказывая, что это не они, что это Хамас. Это террористы, которые защищаются, которые загражают себя гражданским населением, которые превратили гражданское население тоже в террористическую машину. Это ответственность ООН, это ответственность мирового сообщества, которого оплачивало учебники, где детей учили убивать евреев. Это нельзя просто так сказать. И даже если это ракета или еще что-то туда попало. Поэтому это будет происходить бесконечно. Помните такую 80-е годы картину, где мужчина загораживает своего сына, и протесты по всему миру, потому что израильяне пристрелили этого мальчика. Расследование ООН. Я даже помню, как его звали, этого мальчика. Там что-то такое, Мухаммед Дура или Дуда. И в результате это была очень шумная была история. А потом через год оказалось, что мальчик жив, что все это была постановка. Нет, доказалось, что нет. Там оказалось, что это часто бывает, что мальчик жив, девочка тоже жива. Нет, это французский, я сам видел этот сюжет, французский телеканал. Французский телеканал. Девочка, которая не арабка и живет в Англии. Ее мама говорит, нет, они показывают фотографии моей дочки. Она не погибла и она не палестинка. Но это не важно. Эти обманы это все время идут. Дело было все в том, что через несколько лет он вышел с заключением, что пуля была не израильская, а палестинская, которая убила этого мальчика. Через несколько лет. Израильтяне сказали, не надо этот вопрос поднимать. Все, это уже как-то забыто. Люди забыли, сейчас вы погибли. Все равно вам не поверят. Все равно скажут, что это евреи подкупили, что это то. Ребята, вы сами по себе. Вам никто не поможет. Перестаньте это делать. Германия объявила, что она арестует Натаньяху, если он туда приедет. Германия? Я еще не слышал такого. Про Германию не было. Да, Германия объявила, что если Натаньяху туда приедет, то его арестуют. Там по ордеру Международного криминального суда и Международного суда справедливости. Но ордер еще не выдан, правда. Они только собираются. По ООН они уже объявили. Суд справедливости приказал израильтянам прекратить боевые действия в Рамале. Не Хамасу, а не Хамас может продолжать боевые действия. А вот Израиль должен прекратить. Не можете вы защищаться. Это неправильно. Когда евреи защищаются, чтобы их не убили. Вы не хотите компромисса. Министр Испании какая-то сказала, что они за два государства существования. Двух государств. Поэтому from the river to the sea, Palestine should be free. Вот она даже не понимает, что она говорит. То есть она за существование двух государств только без Израиля. Видимо, два государства – это западный берег реки Орданий, то есть Самария и Иудея. Иудея – это не еврейская территория. И Газа. Вот эти два государства будут существовать друг с другом, но без Израиля. Вот такие у них и решения. Что вы, Александр, хотите? Конечно же, это психоз, всемирный психоз, как был, наверное, во время Второй мировой войны. Это очередная волна, когда… Я уже думал, что меня ничего не удивит. Но когда наш Госдеп, ладно, хрен с ним, с европейцами, с этими, с ООН, соболезнования по Рама-Си. From the river to the sea, where the hell is the Rama-Si, как говорится. Хрен с ними. Но когда у нас в Сенате ведет молитву за иранский скорбящий народ по своему президенту, чернокожий адмирал, глава, старший капеллан военно-морских сил за них. Он мусульманин, что ли? Нет, он христианин. Пожалуйста, Александр, не забивайте эфир фактами. Это никуда не… Никакого отношения… Это была христианская молитва, значит, за упокой, за упокой вот это. У нас капелланы, они как бы общие. Они должны всеми быть, неважно какой. Но он сам христианин, он сам. И даже этому, я не волнуюсь, хрен с нашим Сенатом. Там большинство демократы. Но когда Госдеп, возглавляемый господином Блинкиным, этническим евреем по всем параметрам и стандартам, он может открестиваться в реальности, открещиваться от этого, как он хочет. Но он еврей и все это знают. Тогда уже, извините, не открещиваться от макендавидица, да? Или от макендавидица, от… что угодно, от будица, как хотите. Он, возглавляя Госдеп наш, посылает соболезнования Ирану о гибели Ромаси, того, кто 40 лет призывал, чтобы убили всех евреев, всех до одного. Включая его. Ну, это как, наверное, Гитлеру посылать, там, это соболезнование, с днем рождения поздравить, чтобы еврейская община, там, Джоинт, послал поздравления Гитлера, поздравляю вас с 50-летием, там, послать ему кицы. Это психоз. Это ненормально. У меня мама была психиатром. Я вот вам скажу. Не надо быть психиатром и не надо даже иметь маму-психиатру, чтобы понять, что это дурдом, это идиоты. Михаил Ющвеллер прекрасно это рассказал в своей книге «Эретик». Это что? О чем вы говорите? Что вы ожидаете? Вас никто не любит. И вас никто не спасет. Даже евреи. Сами себя. Мы не просим, чтобы нас любили. Нам это совершенно ни к чему. Главное, чтобы не мешали. Ну, так ведь они же этого не могут. Обязательно мешают. То есть, ЦАУ ведет расследование. Я возвращаюсь к этой истории с Палаточного города. Я надеюсь, что наши зрители прекрасно понимают, что ни один здравомыслящий офицер или генерал израильской армии не отдаст приказ для того, чтобы выпустить 4 или 5 ракет по Палаточному городку, который мы сами строили и в который с большим трудом перемещали вот этих самых беженцев для того, чтобы развязать себе руки и начать операцию в Рафиахе. То есть, это ничего более идиотского и, так сказать, ну, напоминающее выстрел себе в ногу, даже в обе ноги, ничего более идиотского представить себе невозможно. То есть, понятно, скорее всего, ну, завтра-послезавтра будет опубликована эта информация. То есть, скорее всего, там сдетонировали запасы, которые они там между палатками. Кстати, практически, Юрий, практически из этого места, практически из этого места в воскресенье выпущено было 5 или 6 ракет по центру страны. Попали по Герцле, Геватаем и так далее. Кому вы это пытаетесь сделать? Я пытаюсь это объяснить нашим зрителям. Если вы даже придете и гнете носом туда, они все равно скажут, нет, это нет, этого нет, не так. Нет, ну, наши зрители, я надеюсь, не такие, потому что наши зрители нас смотрят, они и так это знают. Мы говорим о тех, которые о нас слышать не слышали и бегают по улицам и окунули себя. Где протесты насчет Харькова, я вас спрашиваю? Где? Где вот эти флаги украинские у нас на кемпусах? Где кто-то себя сжег перед российским консульством, посольством? Я не призываю к этому, конечно. Но где? Почему это что-то? В Харькове россияне только что убили кучу народа, ударив бомбами по этому, кабами. Ничего. Где молитва у нас в Сенате? Где соболезнования в ООН? Где минута молчания? Это там каждый день. Да где оружие, в конце концов? Где ракеты, где самолеты? Где ПВО, где весь мир? Знаете, теперь вы хотите доказать, что это не ваша ракета была, что это не израильтяне сделали, а сделали сами террористы-хамасовцы. Они будут вам кричать, что это не так. Это сейчас у нас есть чернокожий комик, такой очень смешной. Он выгодит ФБР, ФБР у нас, Federal Bureau of Investigation. Даже без аббреватуры, он прям четко говорит. Пришли, что они, кокаин, который они нашли в Белом доме, они не знают, чей это кокаин. И все, конечно, смеются. Все в зале смеются. ФБР, Federal Bureau of Investigation. Не знают, и понятия не имеют, чей это кокаин. Он говорит. На нем нашли в спальне у Хантера Байдена, на нем написано на пластике порошок Хантера, а они не знают. Ну, не знают, не могут понять, чей это порошок. Он утрировать, конечно, там не написано, что это порошок. Но народ смеется, потому что понятно. Вы пытаетесь... Нет, они не знают. Они думают, что это ракеты израильские. Нет, это евреи все натворили. Это не террористы, это не хамасы. Вообще выразили. Порошок Байдена тоже мы подкинули, нет? Наверняка. Нет, это Трамп сделал. Это тоже такое настоящее. Это еще от Трампа остался. Порошок это дети у Трампа, которые не пьют, не курят, и он сам не пьет, не курит. Вообще, в принципе. Это их, это они подкинули, да. Ну, не Хантер же Байдена. Что, он вообще не пьет и не курит у вас Трамп? Нет. Никогда. С другой стороны, Юрий, ну, должен быть у него хоть один недостаток. Нет, у него есть недостатки, например, женщины. Хотя я не знаю. Это скорее достоинство. Вот если были мужчины, вот тогда бы мы могли задуматься. А так как? Ну, я не вижу, что наверняка у него есть много недостатков. Но дело все в том, что так не говорят. Поэтому, что доказывать? Сколько еще веков евреи собираются доказывать, что они хорошие люди? Вот недавно опубликовали, что израильтяне все-таки внедрили бионическую кисть. То есть у людей это очень самое сложное. Это вот руки, кисти. Руки важнее даже, чем ноги. И вот эта вот кисть, что она может... Теперь люди смогут делать все кистью. Вот сейчас недавно евреи это дали миру, такую инновацию, лекарства от рака. А Рамаси, по которому у нас минута молчания, по которому молитва идет, заскорбящий иранский народ, это тот, который придумал, что надо вешать детей и женщин. И только что опять они повесили на кранах, на улице, чтобы краны стояли. Это он дал. Это очень удобно, кстати. Да, и он также сказал, что убивать и казнить невинных женщин, невинниц. Я не знаю, как правильно по-русски это сказать. Нельзя. Надо их сначала изнасиловать, потому что иначе они пойдут в рай. А если они уже... То есть они не должны быть убиты девственницами, да? Да, девственницами. Нет, нельзя, потому что они пойдут в рай. Значит, их надо изнасиловать. Это он дал миру вот это вот... Видите, рай? И все равно он... У нас по нему минута молчания, а вы в сволочи разбомбили городок, которые сами же построили и стратили на это дорогущие ракеты, чтобы вот совершить такой ад. О чем речь, Александр? Мы не докажем. Сколько еще веков мы будем доказывать? Да нет, мы изобрели. Мы музыку создали, мы картину красивую написали, мы лекарства изобрели, мы победили эпидемию, мы создали высокие технологии, мы можем с вами теперь вот так общаться. Нет. Нет, надо нам, чтобы процветала дикари, дикость и людоедство. Потому что они репрессированы. Они маленькие, да, им можно. Ничего с этим не поделаешь. Я хотел вас спросить по поводу вашего, условно говоря, друга Эрдогана. Мы с вами уже не раз поднимали эту тему. Эрдоган сейчас по этому поводу. Ну, вы служили в Турции, вы были знакомы со многими генералами, которых он сейчас посадил. Ну, не сейчас, а вот пару лет назад. Значит, он сейчас рвет и мечет, он сейчас там брыжет с людьми и говорит, что это невиданные преступления сианинского режима, что вот там погибли сначала, сказали, там 10, потом 20, потом 40, они так очень по 20. Причем разные организации говорили по-разному. Да, и значит, вот, и он требует, значит, возмездия. Он считает, что вот сейчас Турция должна предпринять какие-то меры. Что, на ваш взгляд, может предпринять Эрдоган или это только риторика? Ничего он ему. Ничего. У него сторона разваливается под его руками. Поэтому, конечно, ему нужен внешний враг. А кто у него может быть внешний враг? Азербайджан? Ну, это друзья. Иран – это опасно. А вот Израиль, евреи – это всегда безопасно и всегда можно возбудить людей и создать что-то. Вот здесь, да. Тут-то братские народы по обе стороны. Поэтому нет, это невозможно. И, конечно, он говорит, а так как у него экономика полностью находится в одном месте, и вот он, когда эмбарго устроил, значит, Израилю, сколько оно продержалось? Два-три дня, можно сказать, что с ума сошел. Да, он сразу тихонечко заявил, что откладывает введение этого эмбарга на три месяца. Ну, а теперь он опять что-то нужно делать, что-то пусть сделает. Это еще один такой диктатор, который понимает, что власть у него уходит, и он должен что-то предпринять. Так, Путин. Чтобы удержаться у власти, он должен будет предпринять какие-то такие меры начать войну где-то. Как насчет курдов? 40 миллионов. Как насчет Балучи? 40 миллионов людей. Вот вам почти 100 миллионов народу. Может, Эрдоган ими бы занялся, а не их называл террористами, уничтожал их сотнями и тысячами. Ну, почему-то никаких протестов. Люди даже не слышали про Балучи. Люди даже не знают, что это такое. Да, курдов. Они даже не понимают, что такое курдов. А у курдов есть свой язык, своя религия, свой флаг, своя нация. Так же и у Балучистана. Это были нации, это были народы. Это не придуманные палестинские народы. Ну и вообще, я считаю, вы меня спрашиваете, как военный человек, что я считаю, что нужно делать. Я считаю, что вот мы сделали причал, 320 миллионов в него вложили. Ровно два раза разгрузили там, причем грузовики почему-то были израильские. Первый раз 14 фур, второй раз 10 фур. Они далеко не отъехали от причала. Их сразу же разгромили, разворовали. И все. Больше этот причал у нас не действует. Поэтому рационально, экономически, я считаю, что все людей из газа, всех, ну что можно поделать? Посадить на этот причал и оттолкнуть от берега. Дать им воды на неделю, еды на неделю. Нет, ну гуманно это сделать. И это должна быть арабская проблема, а не израильская. Арабская. 20 арабских стран. Это братские народы. Не, ну какие братские народы, Юрий, побойтесь Бога. Египет построил стену, подогнал танки для того, чтобы, не дай бог, этот братский... Эрдоган, пусть Эрдоган, Эрдоган, Египет. Возьмет их, пошлет, пошлет корабли, Иордания, Египет, Саудовская Аравия, богатые арабские страны, возьмут себе несколько этих беженцев. И все. Это не должна быть израильская проблема. И мы посмотрим, какая арабская страна, какой арабский братский народ их спасет. Когда из Вьетнама бежали вьетнамцы, когда их предал, кстати, тогда молодой сенатор Байден, и они сели на плоты и стали оттуда отчаливать, многих их подобрали. Кто? И они сейчас граждане и служат в израильской армии. Израильтяне. Есть в Израиле целое комьюнити вьетнамцев, которых в 75-м году спас Израиль. На плотах в открытом море забрали себе. Я знаю некоторых из них, которые офицеры, которые служат в израильской армии, хотя они могут не служить. Они буддисты, они не считаются иудеями, но они добровольно идут служить в израильскую армию. Вот пусть какой-нибудь, где Израиль, где Вьетнам, какой-то вам братский народ. Хотя японцы думают, что они евреи. Но неважно. Пусть какой-то, это да, это так, японцы думают, что они 15-е колено потеряно. Пусть какой араб. Вы знаете, первое восприятие, есть же такая шуточка, как самым быстрым способом решить арабо-израильский конфликт. Вы знаете, нет? Объявить китайцев потерянным коленом и разрешить репатриацию. Ну, это, ну, японцы считают себя потерянным. Многие японцы так считают, что многие японцы говорят, вот у меня там вьются волосы, они очень гордятся, когда у них вьются волосы, у них вот есть что-то там. Ну, неважно, это у каждого там свои, свои взгляды. Поэтому, я считаю, что таким образом мы увидим, какой арабский народ правдой захочет спасти этих людей. Ну, почему это израильская проблема? А вы знаете, вы помните, пять лет назад, пять лет назад, чуть меньше, значит, была история, когда хамасовцы устраивали постоянно вот эти демонстрации, шествия к прорыву израильской границы. Тогда вот они там посылали воздушные шары и там, значит, сжигали. И в один прекрасный момент они решили аналогичную штуку сделать в сторону египетской границы, вот на этот КПП Рафех, который был египтянами временно закрыт. И они поперли вот толпу, сформировали и послали вот на эту вот границу. Вот. Что сделали египтяне? Египтяне пригнали несколько БТРов из крупнокалиберных пулеметов расстреляли эту толпу. Ни он, ни одно ни слова об этом не написали. Ни одна арабская страна не возмутилась и не заявила ни Ердоган, не заявили вообще, что это вообще геноцид. То есть там перестреляли приличное количество народов. Больше они туда не лезли через Рафех. Это ваши дела. Там я, как американский налогоплательщик, считаю, что этот причал просто не должен пропасть. Ну, 320 миллионов мы в него вложили наших денег. Вообще загадочная история. Спасибо президенту Байдену. Зачем его сделали вообще, когда есть... Когда рядом есть порт Аждот, который способен принимать и принимает эти гуманитарные грузы совершенно спокойно их обрабатывает и оттуда они там сколько там ехают? 30 километров. Но это же не президент Байден спасает от голода палестинский народ. А так он спасает палестинский народ от голода, который вы им устроили. Хотя уже столько и научных, и Уэстпоинт, и пенсильванские университеты показывают, что нету этого, что наоборот больше израильских солдат гибнет, чем какой-либо другой по соотношению гражданскому населению, что не занимаются израильтяне, что многие израильтян гибнут от дружеского огня, чтобы сохранить гражданское население газа. Хотя где там гражданское население, я не пойму. И это как японское население во время Второй мировой войны. японское население было готово все дети, женщины, старики, все драться, пока их не убьют. И убить как можно больше морских пехотинцев американских. Но так история сегодня это, конечно же, не проходит. Поэтому самый гуманный в моем понятии подход, и чтобы не пропали американские деньги, мои деньги на этот причал, просто так, посадить их всех на этот причал, дать воды, еды на неделю, и оттащить от берега. Пусть арабы спасают свой братский народ. А они не хотят его спасать. Они хотят уничтожить Израиль этим народом. И это будет продолжаться до бесконечности. И мы это все поддерживаем. Потому что господин Блинкин посылает от Госдеп соболезнования. Потому что такой прекрасный человек, как президент Ирана Рамасей, Раисе или как там? А, кстати, вот я хотел вас спросить ваше мнение по поводу того, что сейчас происходит в Иране. В Иране идет сейчас предвыборная кампания. Но это все, конечно, смешно и условно. Там особо никаких выборов там быть не может. И все это давно рассчитано. Но идет борьба. Идет борьба между, так сказать, группировками, которые хотят провести своего, так сказать, лидера, своего ставленника. То есть к выборам это мало имеет отношения. Имеется именно борьба. На ваш взгляд, в свете вот этой борьбы Иран больше заинтересован в обострении ситуации на северной границе там в Ливане. Или все-таки им сейчас вот не до этого и команда ФАС для Хизбаллы не поступит. Потому что у нас идет постоянно же обстрелы. Наши работают там по Южному Ливану и уже и по Северному Ливану. То есть все как бы висит на волоске. То есть в любой момент нужно все сорваться. Ну я думаю рано или поздно они скажут это, они это сделают. Но это опять же будет зависеть от Соединенных Штатов Америки, от Европы, от всех как мы реагируем на это. Пока что мы им дали очень хорошую возможность. Денег дали им. Сейчас еще дадим. и венок пошлем красивый какой-то. То есть ООН пошел в ООН пошли генсекретарь ООН в посольстве тоже писал. Там минута молчания была даже. Минута молчания у нас молитва. Конечно же это питает их. Сам еврей главный еврей Америки возглавляющий Госдеп послал соболезнования. Почему бы и нет? У них зеленый свет. И они дадут. Этих двух уродов, которых только что вы уничтожили в Газе, они пришли из Иудеи. Их давным-давно арестованы. Он был этот. Сейчас у меня выскочило его имя из головы. Он должен был следить два жизненных срока в Израиле за убийство, за террористический акт. Но его поменяли израильтяне на кого-то. И отправили его в Газу. Сейчас то же самое они хотят. Отправить их обратно в Газу, если освободить. И эти террористы продолжают вот тут он возглавил уже крыло одной из батальонов Хамаса в Газе. Эти террористы. Их надо уничтожать. Извините, конечно, за антисемитское мое выражение, но ваша еврейская вот эта вот интеллигенция уже задолбала. Врагов надо убивать, уничтожать. Их надо ликвидировать. Они вернутся. Знаете, какой фильм ненавидит больше всего Путин? Спасение рядового района. Там показывается, как американцы сохраняют жизнь, чтобы сохранить хотя бы одному солдату, раз все братья погибли. У нас нельзя служить в одной части всем братьям, потому что мы там или на одном корабле, чтобы все сразу не погибли, если что. Вот они посылают спасать этого. И он не уходит. Он говорит, ну раз у меня не осталось родных братьев, все десантники это мои братья, я остаюсь с ними. Там был такой момент, когда они отпустили немца. Он кричал, Гитлер, капут, я не хочу, я не тот, я мирный, я вообще рабочий, я на заводе. Я не помню, вы помните этот момент. И они решили его не убивать, а отпустить. И потом, через какой-то момент, они его опять встретили, когда он воюет против них. То есть он мог уйти и не возвращаться, но он вернулся и продолжал воевать за Гитлера. Поэтому вы не можете вот так вот все время отпускать их или еще что-то. Они должны знать, что их не выпустят, что их не обменяют, что их не обменяют на этих заложников. Теперь вышел этот фильм сейчас про этих несчастных девочек, которые были разворужены, которым не было чем защищаться. Хотя они были военнослужащие. Вот этих девочек фильм выпустили. Опять же, изобретения не показывают все. Они сделали, вы сделали сенсор там, проверили, вырезали там страшные... Вырезали страшные сцены там, убийства и прочее. Там страшные сцены, да, кадры сам его вырезали. Показали, где они там окровавленные и все, но самая ужасная сцена вырезали, потому что это придаст шок. Ну, а что делать? Вырезали, да, эти сцены, потому что вы боитесь. А надо показать эти сцены, надо, чтобы мир это видел. Если эти специально делают Палливуд, мы называем Палливуд, то есть палестинских Голливуд, где они специально разукрашивают детей, посылают их там, или наоборот тоже взрывают, показывают, что это как израильтяне их пытают, специально камеру ставят так, где и как, а вы наоборот это скрываете, что делается. Конечно же, мир будет видеть это. Когда во время Второй мировой войны командующий союзными войсками, всеми союзничными войсками, генерал Айзенхауэр зашел в концлагерь, сейчас я не помню, в какой-то ли Майданник, то ли Бухенвальд, и увидел в этом лагере, смотрите, как валяются трупы, эти измаженные, изуродованные кучами, их прям горы, труп, он был в шоке. И он сказал, всех, всех немцев, которые в округе находятся, подростков, стариков, женщин, всех сюда, всех тыкать мордой в это, и пусть они это убирают, пусть они это видят, и заснять это все, и показать это всему миру. Или моя фамилия не Айзенхауэр, потому что Айзенхауэр это немецкая фамилия, вот, и показано это было всему миру. И да, и они шли, эти люди, их тошнило, их рвало, они были в шоке, увидев, что оказывается, это они сотворили, это они натворили. Мы все натворили то, что произошло с этими несчастными девчонками. Мы все сотворили то, что происходит сегодня в Харькове и в Украине, в Ерпене, в Мариуполе, в Стиране войск. Мы сидим и мы боимся посмотреть на эти страшные кадры. Ютуб это не пропускает, Фейсбук это не пропускает, ни один канал это не пропускает, потому что кто-то это может увидеть, им станет плохо. А тем, кто там оказался, им хорошо? Вот. Да, но есть единственное, что у нас подобные кадры можно выпустить только с согласия родственников. Почему вот, собственно, и была такая история. Не сразу, они долго тоже совещались, это очень тяжело показать своих детей и так далее. Но на самом деле есть другой фильм, который более полный, который показывали и представителям дипломатического корпуса, так показывали несколько месяцев назад, его показывали в Голливуде, его показывали, так сказать, лидером мнений, как это называется, то есть есть сотни часов отснятых материалов, причем отснятых самими палестинцами, которые обрабатываются, до сих пор обрабатываются израильскими спецслужбами, и там огромное количество материалов, и как бы это страшные кадры, и как бы не дай богу. лидеров мнения нет, потому что нет лидеров. Кому вы это показываете? В ООН, в дипломатическом корпусе? Это людям надо показывать, народу надо показывать, всему миру показывать, и показывать, и показывать, показывать тысячу раз, по всем каналам показывать, по всем ютубам, по всем платформам, которые на X показывают, потому что там нет сенсора, везде показывать, какие это лидеры, где вы лидеров вообще увидели в мире, назовите мне одного лидера, кто у нас лидер, Шульц, который готов теперь арестовать Натаньяху, если он покажется в Германии, где лидер, Байден у нас лидер. Он не в курсе, что он лидер, кстати, если вы не знаете. Он до сих пор думает, что он сенатор. Где вы лидер? Назовите одного лидера. Да, я думаю, вы назовете. Ну, я могу назвать. В истории были лидеры, которые восходили в истории. Маргарет Тэтчер, Голда Мэйер, Уинстон Черчилль, Вашингтон, Джефферсон. Я думаю, вы начнете с Трампа, конечно. Ну, я думаю, что сегодня кроме него я лидеров не вижу. Реген был лидером, и Советский Союз распался. Кстати, они сейчас делают то, на что они купились, что Реген сказал, что будет Стар Ворс, что у нас будет спутник, который будет шибать их спутники. И вот сейчас, через 40 лет, русские тоже говорят, что они теперь запустили спутник, который будет шибать другие спутники. И догоняют, догоняют. И, конечно же, это был блеф. Никаких спутников мы тогда не запустили, которые могли. Но это подтолкнуло Советский Союз к краху, потому что это звездные войны. Они купились на это, да, что они не смогут с этим конкурировать. Поэтому я не вижу никаких лидеров, мировых лидеров. Ну, может быть, в Китае товарищ Си. Возможно, товарищ Си, да. Товарищ Си, но скоро, я думаю, о нем... Но он далеко, и ему это все до одного места. У него у самого китайцев до одного места. У него Тайвань там под боком. Вот там его главная задача, которую он сейчас будет решать. Юрий, я хотел... Поэтому так, кроме Трампа, кроме Трампа я не вижу других лидеров. Назовите мне другого лидера. Мишелл Обаму. А, кстати, а вот вы упомянули в Суе эту замечательную женщину, про которую одна журналистка, которая поплатилась работой за это, написала, это была российская журналистка, которая написала, что на приеме была Мишель Обама в платье телесного цвета. А что она имеет в виду телесный цвет? Вот это интересный вопрос, потому что в русском языке телесный цвет подразумевается вот цвет тела, да. Ну, а там было телесного цвета, как бы не... Трудно сказать, что она подразумевала, но ее обвинили в расизме. Совершенно справедливо. Ну, у нас только что президент Байден тоже отличился, потому что был президент Кении навещал, видимо, интеллигентный человек, ему сделали прием, выступали, значит, опять же, молитву вел вот этот капеллан, отставной адмирал чернокожий, песню пел чернокожий певец, танцы были чернокожих наших афроамериканцев, были все афроамериканцы, он был один белый. Включая вице-президент. Конечно же, президент Кении считал, ну, наверное, есть же белые американцы, или только афроамериканцы существуют. И, видимо, как интеллигентный человек, он посчитал это расизмом, что ему только суют черных ему под нос. И тогда президент Байден решил исправить ситуацию и сказал, да, как вы видите, у нас очень много афроамериканцев, и один недавно покинул Белый дом. На что Кении чуть не упал со стула вообще. И сказал, послушайте, ну, это никуда не годится, это зачем? И я понимаю, что происходило, президент, потому что я имел честь служить у одного из самых популярных наших адмиралов, адмирал Джеймс Зимбелл, он был мне как отец родной. Да, случайно оказалось так, что он был евреем, и он был открытым евреем, он этого не скрывал. Я слышал только фразу «открытым геем», но вот «открытым евреем» это что-то… Есть евреи, которые там скрывают, которые не говорят, например, тот же генерал Кларк, он это не рекламировал. Но адмирал Бурда, адмирал Хайм Рейковар, который создал Нотулос, адмирал Бурда, командующий военно-морскими силами в 90-е годы. И вот адмирал Джеймс Зимбелл, который как раз и служил, они вместе с адмиралом Бурда, он служил на подводной лодке у Хайма Рейковара, адмирала. Он всегда не любил, когда мы приезжали в какую-то часть военную, и они начинали во время Крисмаса петь еврейские песни или подчеркивать то, что они вообще командир части очень проеврейский, произраильский или еще что-то. Лояльный, да? Да, лояльный такой. Перед адмиралом. И для него вообще он мог быть комиком, и он измывался над ними. И это у него была такая привычка, когда кто-то это делал во время какого-то совещания, или что-то у него была такая резиновая курица. И он этой резиновой курицей кидался в этого человека, мол, заткнись, придурок. И если кто-нибудь из вас когда-нибудь будет в Вашингтоне, в военно-морском госпитале, где лечатся президенты, где лечатся, там есть всех командующих портреты, огромные портреты висят в главном холле, взятый там, висит и его портрет. И сбоку, в самом краю, нарисована вот эта вот резиновая курица, которая кидался. Потому что... То есть это же легенда. Поэтому президент Кейн тоже, наверное, пришелся, вы с ума сошли. Мне не нужно, чтобы у вас были одни чернокожие. Это не в этом смысл. Мне не нужно, чтобы вы мне в лояльности, любви к евреям, объясняли, просто потому, что я занимаю высокую позицию. Вы же это не делаете с ирландцами, начинаете ирландские танцы, с прайпами ходить, или, я не знаю, индийские, начинаете танцевать вокруг костра, с перьями, просто потому, что человек имеет индийский тропин. Ирландский танцы ГПК, просто потому, что у меня фамилия заканчивается на год. Это точно так же терпеть не мог генерал Шаликашвили. Генерал Шали. Они не могли произнести Шаликашвили. Американцы. Мы его называли генерал Шали. Прекрасный души человек. У нас все интеллигентно. Ему очень не нравилось, когда начинали все делать грузинское перед ним. Причем он был не грузин. У него просто была фамилия грузинская. А кто был китайский, что ли? Нет, он был поляк, по большому счету. Его отец был поляк. Он был DP. Он был displaced person. После Второй мировой войны его родители, по-моему, у него мать была немка, а отец поляк. Я точно не знаю. Но у нас нет этого, чтобы мы выясняли. Ну, фамилия у него Шаликашвили. Хрен его знает, как он взял эту фамилию. Он не грузин. Он не говорит по грузинцу. Он вообще считал, что Джорджия – это штат в Америке. Он не знает. Он вообще прав. Но люди начинают каким-то образом вдруг появиться у него на совещании в Черкесске с кинжалом. С чего вдруг? Я командующий объединенными штабами США. Не надо в Кипе приходить. Не надо в Черкесске с кинжалом или с каким-то флагом вокруг себя. Но вот у нас довели общество до вот этого психоза, что почему-то мы должны так делать. И еще у нас президент Байден, конечно, объявил, что недавно был афроамериканец в Белом доме, но сейчас съехал. А что вы думаете, чего мы вспомнили Мишель Обаму? Ходят такие разговоры о том, что может так произойти, что в последний момент попытаются сделать демократы рокировку и вместо Байдена подсунуть Мишель Обаму. Насколько это реалистичная, так сказать, картина и что вы об этом слышали? Ну, это сложно, потому что вчера вот у меня на канале вышло тоже с Михаилом Юрьевичем Велером, где он это прекрасно объясняет, я не смогу перескать, я рекомендую всем пойти и посмотреть, потому что Велера невозможно пересказать, ты должен быть полным идиотом, если ты хочешь подражать ему человеку или пересказать его гений. Ну, в принципе, это очень сложно сделать. Во-первых, у нее, ну, она кто? Она никогда не была ни командиром, ни какой там армии, она не была губернатором, она не была даже сенатором, ее муж был сенатором, потом президентом, тоже очень быстро так. Она не мейер, она никем никогда не работала. У нее был огород в Белом доме экологической чистой морковки, она там выращивала, вот показывают, что она морковка экологически чистая. Не, но она же юрист по образованию, она какое-то время работала. По образованию, я фармацевт по образованию, я не рекомендую вам идти лечиться ко мне, но не рекомендую. У меня нету никакого опыта в этом. Образование есть, даже диплом, там, лицензия была у меня, сейчас лишили, потому что я никогда не практиковал. А так, то, что она юрист, и что? У нас много, полстраны юристы. Вот чего у нас хватает, это юристов в стране. Это тебя не квалифицировать быть президентом, или потому что ты женщина чернокожая и была женой президента, это тебя не квалифицирует. Но дело все в том, что у нас огромная идет такая волна, и у нас есть блогеры такие, которые говорят, да, надо голосовать за Трампа. Он ужасный человек, он мне не нравится, но Байден это катастрофа. Это катастрофа. Поэтому надо, никого лучше нет. Поэтому надо идти вот за Трампа, голосовать, да, надо, надо, потому что никого лучше нет. А в последний момент они скажут, ну вот, нормальный же человек, все-таки была жена президента, она не наркоманка, за ней ничего не следится, она не коррупционерка, за ней ничего не следится, на нее вроде бы чистый послужной список, так как его нет. То есть, совесть у нее чиста, так как она ей никогда не пользовалась. И поэтому это лучше, чем вот это исчадие ада. И поэтому теперь давайте голосовать за это. Это такой, вот Михаил Юрьевич Веллер считает, что это такой трюк, это такой отвлекающий маневр, чтобы в самый, под самый конец подкосить Трампа. Так а чем это его подкосит Трампа? Ну, потому что многие, которые будут уверены, да, надо идти за него голосовать, потому что потому что потому что Байден это это катастрофа, как сказала Нэки Хейл. А потом им подсунут другого человека, они скажут, ну почему, вот это чистый человек, у него ничего нет, давайте вот лучше за него это новое лицо, это новая кровь, все. Платье телесного цвета, да? Хорошо, на ваш взгляд это реально, то есть это может сработать? Понимаете, опять же, Александр, я считал многие вещей, которые нереальны, я считал, что Байдену победить в тех выборах нереально, Трамп, Трамп популярен, он все сделал правильно, везде мир, Израиль, Аравы мир, Абрам Аккорда, экономика сильная, налоги понизил, цена на нефть низкая, Путин сидит тихо, не рыпается на Украину, все у нас зашибись, Китай, он зажал, сейчас они будут с нами себя вести честно, все шикарно в стране, криминал низкий, все, так откуда этот черт, старый выскочит этот Байден, в котором вообще видно не было, а нет, вот и она, большевики взяли власть, никто не ожидал, поэтому я уже не знаю, что, конечно же, все возможно, разный, я знаю одно, большевики просто так власть не отдадут, не отдадут они просто власть, они будут использовать разные заразы, разные воины, разные все, делать все, что угодно, за ценой они не постоят, любой ценой власть они должны где-то, но это у нас, я считаю, что это у нас последний шанс, если мы сейчас не исправим эту ситуацию у нас в стране, то во всем мире мы уже не исправим, у нас второго шанса не будет, не будет, у нас был шанс дан первый раз Трампом, Израилю был дан шанс, да, вам тогда при нем надо было действовать, а не сидеть на одном месте и ожидать, что он все решит, надо было действовать, четыре года у вас было, точно так же, как и Украина, были даны четыре года, потому что должна была прийти Клинтон и все уже тогда закончится, плацдарм в Крыму был создан, и они уже тогда сдали полностью всю Украину, но вот сводилось это исчадие ада им на голову, и у вас, и Украины, и у Тайвана, и у всех был шанс четыре года, но его не взяли, если Бог будет милостен и даст нам еще четыре года шансов, мы должны это будем использовать, но сначала нам надо этот шанс получить второй раз. Ну, это как бы вам карты в руки, вам, американцам, избирателям, мы тут можем только наблюдать со стороны, и я бы хотел задать несколько вопросов. Это тоже так не работает, со стороны у нас огромное израильское лобби, то есть, как вы... Еврейское лобби. Еврейское лобби, ну, израильское, там, по-израильски, как вы, если вы говорите, что плохо, они будут, не будут, то же самое с украинским, у нас огромное украинское лобби, огромное русскоязычное лобби, которое имеет огромное влияние, один брынчиво стоит с гуглом, а таких много людей у нас в стране, и некоторые из них левые, некоторые из них принимают такие решения, что нет, они смотрят, что происходит в России, что происходит в Украине, в Израиле, у нас огромный китайский вот, так что нет, вы имеете, вы имеете что сказать. Хорошо, я как бы сразу себя немножко повыше почувствовал, что имеем что сказать. Юрий, по поводу войны в Украине, значит, идут серьезные атаки, российские войска медленно, но верно наступают, идет такая позиционная война, вот вы упоминали уже сегодня прилеты по Харькову, о которых Зеленский сказал, ну, немножечко перефразируя, он не напрямую так сказал, что вот в гибели этих людей виноваты вы, европейцы и американцы, которые не дали нам систем ПВО. Что вы думаете по этому поводу? Вот сейчас поступило, вдруг вот, было опубликовано, что эксперт Христианского Демократического Союза, ХДС, это Германия, Родерико Кизветтер, призвал Запад взять на себя противовоздушную оборону в западной части Украины, коалиция согласных могла бы расширить зону собственных ПВО на территорию западной части Украины в коридоре от 70 до 100 километров и таким образом освободить, высвободить определенные силы ПВО Украины для того, чтобы они могли быть перемещены дальше на восток. Насколько это реально на ваш взгляд? Мне кажется, подобные заявления были в самом начале войны, но все европейские лидеры испугались и никто не хотел этим заниматься. Обещать не жениться, это вот они все время говорят. Сейчас даже генсекретарь Статтенберг вышел и сказал, что американцам надо дать за решение их дальнобойным оружием бить по российской территории, чтобы отогнать хотя бы границы с Харьковом. А то русские без всякой опасности собирают свои войска, подлетают скабами и вот громят и убивают Харьков, уничтожают гражданское население, а украинцы ничего по этому поводу сделать не могут. Оборонительные системы они не могут построить, потому что русская артиллерия их достанет, а они не могут по ним бить, потому что это на российской стране, это не на оккупированной территории, это на российской стране. Вот Статтенберг говорит, нет, американцы должны дать. Но НАТО участвовать в этом не будет. Вот так он разговаривает. Понимаете, Блинкин приехал в Украину, все очень радуются, он даже на гитаре играл. На гитаре, вот вы меня с языка сыграли. В ночном клубе играл, пел, все пока Харьков захлебывался в крови. Да, тоже где это, я не понимаю, где журналисты, где эти протесты, дипломаты, может быть, не время сейчас еще бы привезли Клинтона с саксофоном и устроили концерт. Да уже тогда бы Сторми Дэниелс на палке тоже потанцевала бы там. Что ж, веселиться так веселиться. И вот он приехал, он так растронут был, что там концерт он устроил, какие украинцы хорошие, рады, чтобы попросил Байдена, чтобы тот разрешил использовать наше оружие по территорию. И все, и все бегают. Где он это сказал? Кому он это сказал? Где документы? на этом. А вот документы, которые всплыли у нас в стране, так это те, что оказывается администрация Байдена была в сговоре и вела переговоры с Ираном, как сместить Натаньяху от власти. Вот тут документы. Вот у нас в Конгрессе теперь документы. Вот это есть. А чтобы дать разрешить украинцам пользоваться нашим дальнобойным оружием по территории России, нигде Блинкин, и он не подтверждает, что такое он делал. Да и Байден вообще слушает это. Это он, наверное, во время игры на гитаре как-то спел, может быть, такой музыкальный. Я думаю, что они, вот этот порошок, который они не знают, кому принадлежит, который они шли в Белом доме, они используют. И потом несут вот это вот... Как секретное оружие, да? И все это выдается за факт, и все это выдается как это с серьезными лицами эти все эксперты, все эти знатоки рассказывают в Украине и всем остальным. Пока что хотят сместить нравится вам Наталья, не нравится вам Наталья. Это то, кого избрал израильский народ. Байден клялся, что он не будет... Почему его спрашивают? Почему вы не сместите? Почему вы ничего не сделаете Путина? Потому что на стране мы не вмешиваемся, мы не смещаем глав других стран. Выходит Шумар, Чак Шумар, этнический еврей, и говорит израильскому народу уберите Наталья. Он ему не нравится Наталья. Вот не нравится нашей демократической партии ваш премьер-министр. Убирайте его. А вам нравится? А вам не нравится Трамп? Они вроде его сейчас пригласили выступить. Он должен прилететь еще не намеченный датой, но вроде поступило уже приглашение и от Сената, и от Конгресса. То есть он будет выступать перед обеими палатами. Еще один, но это другой, это Конгресс, Сенат, не Белый дом. Хотя один сенатор у нас, который опять переизбирается, потому что народ без него не может, это Берни Сэндерс, известный наш, тоже стыдно сказать, из нашего клана. Он венгерский, его родители во время Холокоста попали в Америку. Венгерский, он с Соросом, меньше, тоже из нашего клана. Никуда не денешься, в семье не без урода, как говорится. Он говорит, что на Таняху убийца, 40 тысяч детей палестинских, это все... Убил и съел, причем. Да. Как можно его приглашать? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Это его надо арестовать, его надо судить, его надо то, его надо сего. Да, интересные у вас евреи там водятся в Соединенных Штатах Америки. А что вы думаете по поводу того, что сейчас вроде как... У вас евреи вообще власть взяли в свои руки? Куда это гонится? Захватили, да, это плохо, конечно. Это плохо, ни к чему хорошему это не приведет. А, Юрий, буквально несколько слов мы анонсировали в начале нашей программы. Что вы думаете про чистку генералов, которую устроил сейчас Путин? То есть полетели, если я не ошибаюсь, уже два заместителя, бывших заместителя Шойгу слетели. Причем слетели они не просто так, а слетели сразу же на Цугундер. Шойгу ходит как мешком побитый, значит, и, наверное, озирается по сторонам, значит, от каждого тережного скрипа. А что происходит там? Для чего это делается? Я не знаю, но я думаю, мой опыт в России, имея дело с россиянами, мой опыт на этом уровне деньги. Деньги. Ну, война. Нужны деньги. Секундочку, а там любовь к родине, там вот борьба до победы, там все это все в стране, да? Они, да, там немножко они попутали. Любовь к родине огромная, огромная любовь к родине, это да. Но когда родина начинает их любить, вот тут нежданчик такой у них происходит. Ну, деньги, наворовали денег много, и война идет, нужно шпать, делиться не хотят, или еще что-то, и какая-то дележка не произошла. То, что придут новые, их заменят, другие, они будут такими же ворами. Это не они, это не личности, это система. Это она не работает, если ты не воруешь. Если ты не забираешь себе, не делишься с другими, и не делаешь такое. А то, что он переставляет, это да, он готовит страну к долгой войне. Генерал, там один генерал у них попал, насколько там мои источники, мои друзья, мне говорят, что вроде как бы он был настоящим генералом, то есть он умел воевать, он знал как, но он выступил, что война в Украине дурацкая, что ее не надо было делать, что мы ее не выиграем, и он дал там свои взгляды, как генерал, как военный. Ну, за что, видимо, и поплатиться. Вот он, говорят, что он там был не вор, его не из-за воровства взяли. Но Путин действует, он что-то делает, какие-то у него там мысли есть, которых мы предсказать не можем. Плохие эти перестановки или хорошие? Есть две школы взгляда. Некоторые говорят, что это плохо для России, потому что убирают этих людей. Другие говорят, что это хорошо для России, потому что вот коррупционеров забрали, и теперь будут там не коррупционеры, или более честные. Я не знаю. Мне по большому счету меня это не интересует. Меня интересует моя власть. Почему она не дает оружие Украине? Почему до сих пор идет убийство целой нации? Почему моя страна соболезнует о гибели убийцы-террориста? Ну, Сулеймани же мы как бы так не оплакивали. Ну, и, конечно же, комедия в том, что вот они передают вот эти эксперты, вот Соловьев уже тоже над этим много уже смеялись. И у меня вопрос к вам лично, потому что я считаю, что вы подводите это все. Вот лично вы, Александр Гурье, и ваш Айтон ТВ нелояльно относятся к этому, потому что Соловьев объявил, показав какого-то эксперта, французского военного эксперта, который сказал, что был там, значит, агент Моссада на этом вертолете. То есть агент Моссада спешил... Эликоптер, да? Эля, элякоптер. Элякоптер, да. И вот он повторяет это Соловьев, что в дезинфекиане все время... Эта шуточка проскочила буквально в первые несколько часов в израильских пабликах на иврите, а оттуда уже это перекочевало во все остальные. То есть это прекрасно было. Но... Я не понимаю, у этих детей, у этих людей, же детства не было, что ли? Это... У них было тяжелое детство без игрушек. Я помню это из своего детства. Ну, сейчас в вертолете... Там еще был штурман в вертолете. Да-да-да-да. Сбавали его как? Ужали Ави Гатор. Все евреи? Все евреи Ави Гатор. Ну, там есть капитан, боцман, лоцман, кацман, понятно, что это там... Вижу, вижу, что не Ивану. Айсберг, да. Все понятно, все эти вредители, какой они национальности. Ну, у меня дедушка, мой дедушка мне рассказывал про нашу семью, что подарки, что я очень хотел мопед в детстве. Он мне говорил, что у нас есть дядя, который его там приедет, он мне подарит мопед. Дядю зовут Мома, у тебя цикл. Я его помню, я его помню, там был еврей, еще один был телевизор. Кто еще там был? А, моя любимая тетя была, потому что у нее все были военные. Все военные были, они с ней ели, они с ней ездили. Эту тетю все... Это моя тетя была, я ее очень любил, я ее ждал каждый день, потому что все военные были. Ее звали тетя Броня, поезд. У этих шмоков, что детства не было, у них дедушки не было, которые им рассказывали, Эля Копля. Соловьев вроде из приличной семьи, там у него мама профессор, по-моему. Вы уводите удар от себя. Где генерал Масада? Который из них? Ну, ваш любимый. Этот... Ну, 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 ну. Где он? Вот видите, я не знаю, о ком вы говорите. Яша. Ах, Яша. Ах, я как где? Яша сидит. Почему он не мог ему исправить, сказать ему, что... Так подождите, они же давно... Минуточку, минуточку, Юр. Вы отстаете от жизни, вы там в своей этой Америке. Они же давно посрались. И это в этом и заключается, это в этом и заключается предательство. Они давным-давно уже не друзья. Был бы Яша, был бы Яша кем и там, этого не случилось. Он бы им все объяснил. Яшу давно поперли оттуда, все, Яша теперь никто. Яша теперь выступает и говорит, какая Россия плохая вообще, как она неправильно воюет и так далее. Так что все в порядке. Яша уже сидит у себя в доме, там в хулоне, в предместе Тель-Авива и, значит, вещает в телевизор, так сказать, через экран компьютера. Больше он никуда его не зовут, не приглашают. Закончились его поездки в Москву, там в бизнес-классе и так далее. То есть все, теперь он сидит, как простой пенсионер. Вот. И вспоминает минувшие дни. Юрий, спасибо большое. Спасибо, что нашли время побеседовать с нами. Мне было очень интересно. Я надеюсь, что нашим зрителям тоже. Я напоминаю, что с нами был капитан первого ранга военно-морских сил Соединенных Штатов отставки Гарри Юрий Табах, в прошлом командир антитеррористического центра НАТО в Турции, начальник штаба специальной военной миссии НАТО в Москве. Подписывайтесь на канал Юрия Табаха в Ютубе, там очень интересно. Сам всегда с удовольствием смотрю. Ну, а наша программа подошла к концу. Юрий, еще раз спасибо. Всего доброго. До свидания. Мир дом вашему. Мир дом вашему.